В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Испытания для дорожников. Как коммунальщики ремонтируют ямы. Вам решать. До 7 апреля саровчане могут выбрать территории для благоустройства или ремонта. Открытая премьера художественной галереи приглашает посмотреть новые отечественные мультфильмы. Далее расскажем по всем подробно. Если асфальт уложить по всем правилам, то он должен служить не один год, говорят специалисты. Но, как показывает практика, эта теория далека от реальности. Каждую весну жители нашего города наблюдают появление на дорогах глубоких ям, даже в тех местах, где полотно было недавно отремонтировано. За окном все чаще светит солнце. Температура держится в пределах нуля градусов, а снег стремительно тает. Многие уже чувствуют приближение долгожданной весны. Но отепель традиционно влечет за собой и ямы на дорогах города. Мы спросим у саровчан, как они оценивают состояние дорожного асфальта. Ямы есть и уже появляются при оттаивании дорог, вот как ныне, в сегодняшний день. Их становится все больше. Но пока этим делом никто не занимается, видимо, еще не пора. Да везде немножко есть ямы. Ну, с этим надо бороться просто. Ямы есть, но это сезонные. Из-за того, что днем плюс, с ночью минус. Будем надеяться, что все это исправят, как только установят теплосовые температуры. В принципе, удовлетворить. Если сравнивать со всей Россией, то у нас нормальные дороги, но ямы есть. Вот в Аламасово сделали бы неплохо дорогу, конечно. Там ям много. Здесь-то нормально более-менее. Начальник дорожного участка МУДЭП Сергей Быков подтверждает, что ям на дорогах Сарова в этом сезоне открылось много. Такое происходит, когда в трещины асфальта попадает вода, а потом температура на улице резко скачет от плюса к минусу. Рабочие уже начали устранять ямы на дорогах первой очереди, там, где проходят автобусные маршруты. Потом сотрудники ДЭПа приступят к дорогам второй и третьей очереди. Для работы используют рециклер. В него загружают расплавленный асфальт, которым закрывают ямы. Варим асфальт. Прошлогоднего после среза асфальта у нас есть срез. Вот мы его в битвом варим. При выходе где-то температура 180-200 градусов этой смеси выходим. А вот снегом потом еще покрывают? Ну, для того, чтобы он быстрее остывал, потому что температура очень большая. На ремонт ям каждый день выходят по две бригады. Но, как сказал начальник дорожного участка, сейчас это всего лишь временная мера, чтобы ямы не разрослись еще больше. В более теплую и стабильную погоду, начиная с апреля, работники ДЭПа будут фрезеровать эти ямы и делать более качественное покрытие. Ямочный ремонт на дорогах города планируют закончить в течение 10 дней. По заявкам жителей, конечно, сами мы объезжаем город каждый день, смотрим, видим. Где, если односторонние движения, машинам нет возможности объехать, то перекрывать будем. Ну, сообщаем в этих СМИ, предупреждаем граждан. Оставить свою заявку на ямочный ремонт и задать вопросы можно по телефону 9 93 40. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Вам решать. Голосование за проекты по региональной программе инициативного бюджетирования в самом разгаре. Ремонт местных дорог, тротуаров, создание детских и спортплощадок, монтаж уличного освещения и другое. На сайте голосза.ру саровчане могут выбрать любую из 22 территорий в нашем городе. Проекты победители реализуют в этом году. Яркая, удобная, современная детская площадка во дворе дома Негина 26 – любимое место отдыха многих ребятишек. Но время, которое они на ней проводят, ограничено. После захода солнца площадка погружается в темноту. Освещения здесь практически нет. С такой проблемой местные жители обратились к депутату Василию Ласточкину. В этом году с проектом установки освещения инициативная группа заявилась на региональный проект «Вам решать». Этот проект еще был запланирован позапрошлом году. Сделали два проекта освещения детских площадок. Это Негина 16 и Негина 26. Негина 16 уже проект выполнен. Осталось только подключение. Этот проект тоже жители очень просили, потому что нет освещения на детской площадке. Дети гуляют зимой. Быстро темнеет. И поэтому приходится им уходить рано домой. Этап лайков и репостов в социальных сетях проект успешно прошел. Теперь инициативе предстоит еще одно непростое испытание – народное голосование. Активность Сыровчан определит, получит ли проект региональную субсидию. Уважаемые граждане, жители 22 микрорайона, я вас очень прошу проголосовать за этот проект, чтобы мы его реализовали в этом году, чтобы наши детки, ваши детки радовались, когда играли и был свет на детской площадке. Депутат Иван Ситников в рамках «Вам решать» заявляет два проекта. Первый – расширение стоянки у дома 2А на улице Победы. Ранее инициатива местных жителей тоже участвовала в «Вам решать», но не прошла отбор. Сегодня проект стал дороже на 300 тысяч. Жители дома по-прежнему остро нуждаются в парковочных местах. Второй проект Ивана Ситникова – благоустройство дворовой территории в районе дома 3 по Северному переулку. Здесь планируют сделать парковку для автомобилей, установить лавочки и малые архитектурные формы. Там, где люди уже создали эти тропинки, там предполагается их замостить. Причем ни одно дерево не пострадает. И между этими тропинками будут и малые архитектурные формы, лавочки, скамеечки, урны, цветники, выбивалки, ну, современные такие. Значит, предполагается и спортивная площадка. В прошлом году благодаря проекту «Вам решать» в городе реализовали 10 инициативных проектов, в числе которых и новая спортивная площадка в молодежном центре, а также детские игровые площадки во дворах. В этом году губернатор региона Глеб Никитин почти вдвое увеличил финансирование проекта. На реализацию инициатив выделили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Благоустройство дворовых территорий, ремонт проездов, тротуаров, автомобильных дорог, создание новых пространств. 20 проектов сыровчан участвуют в народном голосовании проекта инициативного бюджетирования. И только вам решать, какие из них получат финансирование. Отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте вам.голосза.ру На сайте нужно авторизоваться через госуслуги, либо по номеру телефона. Выбрать территорию. Платформа покажет все проекты нашего города. Отдать свой голос можно только за одну инициативу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Закон проекта по этапному повышению призывного возраста срочной службы до 21 года внесли в Госдуму. Призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 от 20 до 30, а с 1 января 2026 от 21 года до 30 лет. Следует и законопроекта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СМС-разработчик, менеджер по работе с маркетплейсами, управление персоналом и кадровое делопроизводство, специалист в сфере закупок. Среди других популярных направлений обучения – IT-аналитика и программирование, управление менеджментом финансы, дизайн, образование, предпринимательство и бизнес, маркетинг и маркетплейсы, фитнес и физическое развитие, сервисы, услуги и другие. Подать заявку на переобучение можно на портале «Работа в России». Акция «Пасхальные дни милосердия» стартовала в Сарове. Она направлена на помощь малоимущим и семьям, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры собирают средства, чтобы закупить на них подарки к Пасхе и необходимые вещи. Очередной сбор пройдет в торговых центрах города 24 и 25 марта, 7 и 8 апреля. Также пожертвовать любую сумму можно с помощью QR-кода. Подробности в группе волонтерского центра «Радость моя» ВКонтакте. Спортсмены спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Никита Родионов и Сергей Шаров вошли в пятерку лучших по итогам заключительного дня четвертой зимней спартакиады молодежи по лыжным гонкам. На республиканском лыжном комплексе имени Раиса Сметанина и спортсмены соревновались в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 километров. Никита Родионов завоевал серебро, Сергей Шаров занял пятое место. Зимнее подорожание свежих овощей – явление объяснимое, но в этом году оно, кажется, побило рекорд. Огурцы и помидоры оказались значительно дороже экзотических фруктов. О ситуации с ценами рассказал начальник экономического управления Волковятского главного управления Банка России Алексей Чернышев. Вопрос стоимости овощей сегодня достаточно актуальный. Например, у одного из крупнейших российских ритейлеров свежие огурцы стоят 209 рублей, морковь – 42 рубля, молодой картофель из Египта – почти 70 рублей. Темпы роста цен на овощи в январе и в Нижегородской области и по всей стране были заметно выше средних показателей. Основной вклад в эту динамику обеспечил рост стоимости огурцов и помидоров. Причин тому несколько. В январе в Нижегородской области, да и в целом в Центральной России был достаточно длительный период низких температур, в результате чего издержки сельхозпроизводителей на отапливание теплиц существенно выросли. Вторая причина и, наверное, даже более важная – все-таки российский рынок достаточно существенно зависит от поставок огурцов и помидоров с Центральной Азии в период января-февраля. А там как раз в январе тоже были достаточно сильные заморозки, в результате которых большая часть урожая погибла. Из-за этого снизились поставки на российский рынок. На эту ситуацию отреагировали продавцы, повысив цены на овощи. Но, как заверили в Банке России, это временное явление. Например, последние несколько недель наблюдается снижение цен по огурцам. По мере поступления свежей продукции как от отечественных производителей, так и от зарубежных стоимость будет падать. Что касается продуктов с достаточно существенным ростом цен, то здесь в первую очередь стоит выделить бананы и цитрусовые. Там просто цен на них был выше, чем в среднем. И произошло это из-за проблем с урожаем в ряде стран основных поставщиков. Там сложилось не совсем благоприятные погодные условия. Что касается товаров, которые росли ниже, чем в среднем, то здесь, наверное, в первую очередь стоит выделить сахар, темп роста цен на которых был более низким, чем наблюдался до этого. Некоторые продукты в январе этого года были дешевле, чем годом ранее. Например, картофель, капуста, морковь. Это произошло благодаря хорошему урожаю 2022 года. Также среди них мясо птицы и свинина. Рекордный урожай зерновых и меры поддержки ограничили рост и сдержек животноводов. А ввод новых производственных мощностей помог нарастить выпуск продукции. Что касается прогноза инфляции, то Банк России обновляет его несколько раз в год. В соответствии с текущим прогнозом, в ближайшие месяцы темп роста цен снизится до 4% и даже ниже в годовом выражении. Произойдет это не за счет того, что динамика в ближайшие месяцы будет достаточно низкой, а произойдет это за счет того, что из расчета годового показателя инфляции будут выходить показатели прошлой весны, когда темпы роста цен в месячном выражении были достаточно высокими. И за счет этого чисто технические показатели в годовом выражении снизятся. Показатель годовой инфляции по итогам года будет в диапазоне от 5 до 7%, а по итогам 2024 года вернется к 4% и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем. Выбираем лучшее анимационное кино вместе. Смотреть мультики, которые в эти дни показывают по всей стране и проголосовать за тот, который понравился больше всех. В эти дни голосовать мы будем со всей страной. По всей стране показывают эти мультфильмы, приходят дети, смотрят. И мы точно так же, как делали все эти 7 уже лет, будем внимательно смотреть каждый фильм, потому что голос можно отдать только за один мультфильм в каждой программе. За 4 дня, с 15 по 18 марта, соровчане посмотрят 43 анимационных фильма. Они разделены на 5 программ по возрастным группам. Без возрастных ограничений для зрителей старше 6 лет и для зрителей старше 12 лет. Одну из программ представила киностудия «Союзмультфильм». Все авторское анимационное кино, оно у нас в 12+. Это все-таки для старшеклассников и взрослых, которые у нас эту программу очень любят и приходят. Поэтому мы поставили 12+, на субботу, для того, чтобы люди могли прийти и посмотреть. Ну а малыши увидят новые серии полюбившихся мультсериалов, узнают о приключениях «Зуби-Зу», «Зебры в клеточку». В программе и новые выпуски «Горы самоцветов». Подробные афиши есть в группе художественной галереи ВКонтакте. Вход на фестивальные кинопоказы бесплатный. Групповое посещение по обязательной предварительной заявке. Телефон для справок 702-87. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА